здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала меня зовут татьяна и в этом видеоролике я хочу немножечко изменить посадку вот этой орхидеи ролик об этих орхидеях и об этой вы все видели откуда они у меня появились так что сегодня приступим к посадке растет она вот в такой емкости это я уже вот прям буквально минут 20 назад налила водички и за то время сколько уже находится у меня эти орхидеи получается 17 числа мы забрали сегодня 2 декабря вот дошли руки поливал до этого ухаживала все место им сделали дали им свои солнышки и эта орхидейка немножко набрала тургор вот псевдобульб и выдала вот такие ростики называется это орхидея вот так брасик котлея получается это битбаяна на валькириану вот такой гибрид так что сейчас разберем посмотрим посадку буду делать при помощи вот такой коры фракции 25 буду непосредственно использовать саму эту кору в нерезанном виде а также вот в точности эту кору я взяла порезала и предварительно замочила вот так выглядят кусочки коры очень такие аккуратненькие хорошенькие кусочки кому необходимо кора пишите мне на мою страницу в контакте или на электронную почту ссылки как меня найти всегда есть в описании под видео буду делать посадку вот в такой горшок нашла горшочек и с помощью вот такого мха сфагнума влагоемкого мха мох с канала мой мирок орхидей от любови и особенки оставлю тоже ссылочку и так принципе мне здесь никакая посуда не понадобится орхидея очень неуверенно находится в посадке вот и вот таким легким движением я просто напросто извлекла ее из этой чаши несколько проволочек крепежных поскольку резом и у котлей заглублять нельзя вернее заглубить можно но нельзя давать им замокать находиться во влажности это самая уязвимая часть резома это вот этот побег это самая уязвимая часть которая очень быстро может загнить и тем самым орхидея может может привести орхидею к погибели здесь корни пустые на ощупь но ничего снимать не буду потому как это единственные корни которые хоть могут как-то питать вот эти псевдобульбы с листьями здесь псевдобульбы сморщенные корней нет значит этим псевдобульбам питаться нечем и корни на них уже не вырастут только за счет энергии этих псевдобульб могут образовываться новые росты на них или на последующих псевдобульбах и этих у этих новых ростов появятся корни собственные за счет которых они и будут жить и развиваться дальше есть небольшие вот такие чешуйки можно их почистить можно не чистить так я немножко освобожу здесь вот тоже есть почечка вот этого роста так что вот от этой частички котлей будет расти и развиваться вот эта часть вот эта часть будет той частью которая будет питать и давать энергию для роста пока не появятся корни собственные вот здесь корешочки появлялись можно наблюдать но они не продолжили свое развитие закуклились но эти молодые росты они могут выдать еще корней пока рост растет на нем могут появляться корешки немножко зачищу чтобы фотосинтез лучше здесь проходил и ничего не мешало расти новому росту принципе ничего здесь отрезать обрывать не буду и эта часть резомы будет служить для крепления и собственно получается что орхидея должна у нас будет быть посажена на поверхности вот этого горшка большую часть объема данного горшка я заполню вот такой крупненькой корой фракции 25 вот такими кусочками есть кусочки потолще есть потоньше но когда я режу кору они все идут вход и получаются вот такие красивые достаточно кубики сейчас здесь в горшке создастся довольно много пустот посадка будет легкая воздушная дальше видите я почти до половины наполнила горшок крупными кусками но вверх мы будем укреплять для того чтобы посадка моментально не просыхала добавлю немного вот так мха ну и собственно можно уже делать посадку вот таким образом резому тоже можно разместить так на кусок коры тоненький взяла кусочек и вот так под резонку подложила можно будет использовать и кусок пенопласта поскольку вот эта часть резомы довольно длинная и я ее располагаю так ломать никак не буду потому что это все таки кормовая база и пока котлея будет расти именно вот так здесь все таки хватит еще места и думаю на год-два даже при самом удачном раскладе развития здесь место вполне достаточно так туда подложу тоже кусочек коры впоследствии когда корни разовьются орхидея закрепится корнями вот так вот так хочу показать а плетет все эти большие малые куски и создастся единая посадка вот под эту часть подложила и вот под эту часть тоже кусочек коры вот так стоит резона и засыпаем все вот такой корой принципе уже держится самостоятельно но это все ненадежно сейчас много наваливать не буду потому как еще по верху размещу мох наваливать не буду и посадку обязательно дополнительно укреплю при помощи вот здесь шпажка была сейчас ей попробую в общем при помощи держателей чтобы вся эта конструкция была как можно надежнее закреплена в посадке как и для флиноксиса очень важно для того чтобы быстрее прижилось и корни не куклились чтобы посадка была крепкой надежной так зафиксировала и сейчас еще один держатель вот еще таких две палочки зафиксирую здесь вот с новым ростом да нож пришла или тут поесть таким образом так и вот здесь еще зафиксирую вот так все получилось что орхидея уже надежно зафиксирована в горшке сейчас брошу несколько горошина космокота это удобрение пролонгированного действия корней все равно нет но когда они будут будет не лишним так и все это дело не касаясь резоны прикроем хом мог создаст определенную влажность вокруг посадки это будет способствовать благоприятно для новых корней которые появятся резону я не закрываю и мог близко не располагаю кризоне можно убрать несколько кусочков коры которые заменятся мхом вот такая посадочка даже первое время можно поливать лишь смачивая вот этот мох потому что как видите поливать все равно пока ничего корней нет пить орхидеи нечем нет здесь уже ростик поэтому рисковать не будем лучше купить кусочек коры вот ну и вся посадка на этом завершена выглядит конструкция вот таким образом как будут какие-то первые результаты я обязательно вам покажу ну а сейчас все внимание будет на вот этот молодой рост и еще тут был молодой ростик вот он здесь у нас уберу кусочек коры вот здесь находится вот все внимание на эти ростики которые будут развиваться а мы за ними будем наблюдать благодарю вас за просмотр надеюсь вы приятно провели время на моем канале получили полезную информацию с вами была татьяна до новых встреч